Древний праздник восточных славян – День Ивана Купала – один из самых загадочных в нашей культуре. Его, как правило, связывают с легендой о Купале и Костроме – близнецах, разлученных в раннем возрасте. В ночь с 6 на 7 июля принято проводить ритуалы и обряды – купаться в реках и озерах, плести венки, прыгать через костер. Вода до рассвета 7 июля считается целебной. Если вот сегодня посмотреть, то в наиболее такой аутентичной форме этот праздник Ивана Купала сохранился у белорусов. У украинцев в 19 веке произошли большие изменения, у русских это уже, естественно, такой аутентичной формы мы не можем говорить. Вместе с тем праздник в некоторой степени связан с магией. Самые смелые в ночь накануне дня Ивана Купала отправляются в лесные чащи в поисках заветного цветка папоротника. Согласно легенде, тот, кто найдет его, узнает все тайны мира, обретет власть над нечистью и начнет понимать любые языки, в том числе язык животных. Чтобы сорвать папоротника в ночь на Ивана Купалу, необходимо очертить вокруг себя и цветка круг освещенным ножом, читать заговоры и дожидаться полуночи. Согласно поверьям, нечисть старается отвлечь охотника за цветком папоротника. Шумит, зовет голосом близкого человека, окликает. Если отозваться на голос или повернуться к призраку, то можно лишиться жизни. Этой легенде посвящено множеству художественных произведений. К примеру, Николай Гоголь написал об этом повесть «Вечер накануне Ивана Купала». Немало и экранизаций этой легенды. Идем мы охранять цвет папоротника, который распускается раз в 30 лет. Чветок этот особую силу имеет. Что загадаешь, то исполнится. Надо сказать, что на самом деле цветков у папоротников не бывает. Цветок помогает растениям размножаться. Механизм размножения папоротников – споры. Растет папоротник практически везде. Но преимущественно это тенистые лесные чащи. Верят в цветок папоротника не только смельчаки в Иванов день, но и некоторые студенты. Когда студентов-ботаников привозят на первую практику, то преподаватель говорит, что тому, кто найдет цветок папоротника, он поставит зачет автоматом. И те, кто плохо учится, идут его искать. По вопросу о том, является ли Иванов день языческим праздником, эксперты во мнениях разделяются. За столетия он значительно изменился. Многие связывают день Ивана Купала с именем Иоанна Крестителя. Ведь Креститель кто? Тот, кто купает в воде. Его Купала и называют, по сути. И он связан как раз с Иоанном Крестителем, с религиозным праздником. Здесь, в России, он во многом стал связываться с теми религиозными праздниками. Тот же Петров день. День Ивана Купала празднуется и в наши дни. К примеру, в Татарстане он отмечается в Зеленодольске. В прошлом году к празднику присоединилось более 20 тысяч человек. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова